К нашему эфиру присоединяется Игорь Александрович Яковенко, российский журналист и социолог. Игорь Александрович, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, взаимно. Как вы считаете, почему вообще такое становится возможным, что вот такой подарок и внимание коробка конфеты? И как, в принципе, какая реакция ожидается? Просто, что уважили, якобы не забыли, обращают внимание и так далее. Это со знаком плюс воспринимается обычно? Или все-таки некоторое недовольство имеется по поводу такому? Цена человеческой жизни в России невероятно низка. Она близка к нулю. Поэтому, когда хоть что-то дается в обмен на человеческую жизнь, это уже хорошо. Это лучше, чем ничего. Еще раз подчеркиваю, цена человеческой жизни – это очень важный показатель, очень важный параметр. Она различна в разных странах. И мы видели, например, высочайшую цену, которую, ну скажем, например, вот сейчас одновременно идет война Хамас против Израиля. И мы знаем, что какой-то, ну, в 2011 году за одного израильского солдата Израиль заплатил освобождением 1027 террористами. То есть это очень высокая цена человеческой жизни. Но в России это, ну, вот совсем-совсем иначе выглядит. И, по сути дела, ну, сначала за человеческую жизнь давали автомобиль Лада, потом норковые шубы. А сейчас уже дают несколько дров. То есть вообще, ну, просто это, что называется, такое вот уточнение цены человеческой жизни. Сначала переоценили явно, потому что автомобилей это, конечно, слишком много. Потом дали какую-то еще цену тоже слишком высокую. Ну, а сейчас это вот какое-то количество дров или там рыба или еще что-то в этом роде. То есть это на самом деле, и это принимается людьми. То есть, ну, вот какого-то большого количества случаев скандалов, отказов, например, когда эти дрова швырнули бы в физиономию властям, ну, вроде так особо не слышно. Возможно, такие случаи есть, но учитывая то, что если бы были вот такие вот движения, возмущения, то об этом было бы известно. Но этого нет. Поэтому, в принципе, люди исходят из того, что, ну, что ж, этот муж или отец, он уже умер, поэтому хоть что-то. Так что, в целом, вот такой подход, такая цена человеческой жизни, она принимается значительной частью людей. Сергей, вот я бы хотел с вашей помощью, ну, некое сравнение провести, да. Были частные военные компании. Человек, который идет на войну, подписывает контракт с этой частной военной компанией. Частная военная компания обязывается платить ему некую зарплату, некие есть договоренности на случай смерти этого военнослужащего, помощь семье погибшего и так далее. Сейчас понятие частная военная компания в России нивелировалось. Всем занимается Министерство обороны. Не станет ли это неким намеком к тому, что подписывать контракт с Минобороны, это уже обманывать и себя, и своих родных, если ты, не дай бог, погибнешь? Ну, надо сказать, что частные военные компании в России никогда не обладали никаким статусом. Поэтому, то есть, не было закона о частных военных компаниях. И поэтому, то, как взаимодействовали, скажем, с ЧВК «Вагнер», ну, это просто вот пиар, это была очень распиаренная компания, и поэтому вот люди воспринимали их как некую такую солидную реальность. Значит, что касается взаимодействия с Министерством обороны, то, ну, а куда деваться, если на сегодняшний момент предлагается сумма, ну, вот там те самые 200 тысяч, это сумма, которая в регионах является совершенно фантастической. То есть, там, где люди живут на пенсию всей семьей на пенсию бабушки в 8 тысяч рублей, естественно, сумма 200 тысяч рублей в месяц, она является совершенно, ну, такой вот заоблачной. Я хочу обратить внимание, когда мы говорили о предыдущем сюжете, о цене человеческой жизни, что за охапку дров люди соглашаются принять смерть своего кормильца, то речь идет ведь о том, что среди оккупационной армии почти не воюют москвичи, питерцы, жители крупных городов. В основном это жители окраинных регионов, крайне бедных, национальные республики, там, Тыва, Бурятия. То есть, это регионы, где копеечная зарплата, за эту зарплату, вот люди, имея возможность в обмен на свои жизни получить ежемесячно 200 тысяч рублей, вот они готовы за эти деньги умирать. Вот, и в ситуации, когда, вот сегодня вы говорите, значит, заключать надо контракт с Министерством обороны. Ну, правильно, так других-то вариантов получить эти 200 тысяч нет. В основном, основная масса тех, кто сражается в составе оккупационной российской армии, это, опять-таки, представители вот этих бедных, дотационных, нищих регионов. Вот это просто надо иметь в виду. Поэтому, да, вот они готовы с Министерством обороны заключать контракт, не понимая, что, на самом деле, вероятность возвращения к себе домой живым крайне невелика. Ну, об этом никто не думает, собственно говоря, это, в общем-то, на это и рассчитано. Это неспособность людей представить себе последствия своих решений. А вот как вы считаете, это ведь есть определенная такая уже привычка, стиль жизни, стиль мышления, образ мышления, того, что это нормально получить шоколадку за, собственно, умершего родственника. Насколько вообще это может остаться надолго с россиянами, даже при отсутствии Путина? Ведь действительно это выращивалось поколениями, и это образ мысли целых поколений, которые то же самое, как, мне кажется, передают и своим детям. Здесь очень важный момент. Да, какие-то психологические особенности, они, собственно говоря, и были и до Путина, и будут после Путина. Весь вопрос в том, кто и как задействует эти психологические особенности. Тут вот не надо преувеличивать степень автоматического задействования. Ничего автоматически не происходит. Вот есть какие-то установки, какие-то особенности, значит, социального уклада, скажем так, социально-культурные особенности людей, но как они задействуются, как они ими пользуются, руководители, это отдельные вопросы. Вот те же самые люди, то же самое население, например, при Горбачеве, при Ельцине, никаких особых имперских попозновений не демонстрировало. Ну, да, были какие-то идиоты отдельные, там, Лужков кричал, что Крым надо забрать, Затулин с самого начала 90-х визжал про это. Но это все оставалось, так сказать, историей болезни отдельных, так сказать, людей, тяжело больных патриотизмом головного мозга, имперством таким. Но основная масса народу об этом не думала. Путин нашел вот эти кнопочки в массовом сознании, нажал на них и устроил вот то, что он устроил в конечном итоге. Я абсолютно убежден, что с исчезновением Путина из Кремля, как это произойдет, это другой вопрос, либо естественная смерть, либо каким-то образом ему помогут. Я абсолютно убежден, что война прекратится. Война прекратится не потому, что никто в России, там, нет имперцев и так далее. Имперцев полно. Имперский синдром очень тяжело поразил, так сказать, общественное сознание российское. Причем это классическое российское имперство. Оно отличается от имперского чувства, скажем, в Британии, когда она была империей. Это вот отдельная история. Имперство, которое основано на личной несвободе. То есть человек, который внутри страны несвободен, он желает, так сказать, захватить, там, совершать акты агрессии, расширять свою страну для того, чтобы гордиться. Вот он несвободен, у него там канализации нет, но он гордится тем, что страна великая, грозит всему миру и так далее. Это особое российское имперство, которого нет в других странах. Ну так вот, я абсолютно убежден, что несмотря на то, что эта, так сказать, особенность останется, но война прекратится просто потому, что на сегодняшний момент Путин загнал страну в ситуацию, которая, в общем, не может радовать ни одного руководителя. Путин просто не может прекратить войну, ну, просто потому, что он ее начал, и прекратив ее в любой момент, ему, так сказать, сложно будет объяснить своему окружению, народу, людям, которые, так сказать, положили там, сколько сейчас уже, 330 тысяч человек полегло в украинской земле. Объяснить это будет невозможно. Прекратить войну лично он не может. Но любой, абсолютно любой самый, там есть еще более кровожадные упыри в его окружении, кто бы ни пришел, обязательно прекратит войну, потому что есть замечательная российская традиция. Каждый последующий правитель в обязательном порядке отказывается от политики предшественника, начинает топтать его ногами, так Сталин уничтожил Ленинскую гвардию, Хрущев, значит, топтал ногами Сталина, Брежнев Хрущева, Горбачев Брежнева, Ельцин Горбачева, ну, а Путин проклинал 90-е годы, потому что, ну, так сказать, фактически Ельцин его подсадил в президентское кресло, поэтому ему неловко было топтать Ельцин, но он топтал 90-е годы. Так что любой следующий правитель в обязательном порядке резко изменит курс, но и, по крайней мере, вот эта война точно будет прекращена. Дальше, возможно, опять вырастет вот эта вот, так сказать, вот эта фашистская имперская сущность России, может дальше проявиться, но она не исчезнет, она никуда не денется. И Россия по-прежнему будет угрожать миром. Единственная возможность прекратить эту угрозу, это завершить вот этот вот третий этап распада Российской империи. Первый этап, который был в 17-м году, второй этап, это 91-й год, и, наконец, вот третий этап, который Путин сейчас спровоцировал, вот этой большой войной против Украины. Я думаю, что после завершения этого третьего этапа, после распада Российской империи, угроза со стороны Северной Евразии, угроза миру и Европе, она исчезнет. Только в этом случае. Никаких других шансов построить на этой территории великую Россию будущего, или еще что-то в этом роде, там, демократическую, федеративную, какую-то гуманистическую Россию, никаких шансов нет. Игорь Александрович, спасибо огромное, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Нашим зрителям я напомню, Игорь Яковенко, российский журналист, социолог, был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok